Привет, друзья! С вами Кристина и в этом видео я с вами поделюсь, над чем я сейчас работаю. Покажу ткани, которые я купила недавно для своей новой коллекции. Начну с того, что сейчас я занимаюсь новой коллекцией Выкройк. Активно показываю все то, что я делаю в шортах. Если вы не видели, то обязательно посмотрите. И в других социальных сетях тоже делюсь. Информации много, информация появляется каждый день и за этим любопытно наблюдать. Итак, в моей коллекции будет 13 моделей. Это достаточно много, достаточно большой объем работы. И для всех этих моделей я подбирала ткань. Пожалуй, я начну с первой модели. Это куртка из Ладена. Эта куртка представляет собой классическую джинсовку. Но с небольшими изменениями под конкретно мою ткань. Эта ткань оранжевого цвета. Здесь у нас итальянский ладен. Я на самом деле долго искала, гонялась именно за оранжевым цветом. Мне хотелось создать такую достаточно яркую коллекцию. Мне кажется, мне это удастся сделать. В этом году я решила добавить цвета. Что многих, я думаю, радует. Потому что многие писали, Кристина, наконец-таки, добавьте каких-нибудь цветов. Потому что я чаще всего выбираю какие-то такие приглушенные. Но я это сделала. Посмотрите, какой прекрасный оранжевый цвет. Прекрасная ткань. Это такой вот хороший, плотный ладен. Очень мне понравился по качеству. И очень хорошая лицевая сторона без завитков. Без таких явных завитков, как обычно бывает на таких материалах, как ладен. Я всегда стараюсь делать выкройки одежды, которые будут интересны в пошире. То есть вы не просто шьете классическую джинсовку, а здесь уже более такой вот интересный формат обоработать с новой для себя тканью. Например, ладен. Ладен представляет собой такую тонкую пальтовую ткань, которая не осыпается по срезам. Что важно для подобной конструкции. Я сейчас создаю не только выкройки, как пустые выкройки. Те, кто знакомы уже с моими выкройками, знают, что в комплект идет еще и инструкция по пошивам. Где вы узнаете технологию обработки подобного материала. Это будет увлекательный и познавательный материал. Итальянский ладен. Совсем он такой вот обычный. Здесь на лицевой стороне нет таких явных узелков. Он такой вот очень гладкий, без узелков. Мне понравилось работать. Получилось довольно аккуратно. Даже нашла пуговица в том. И строчки прям такие, посмотрите, круто выглядит на этой ткани. Много слов про эту куртку, но про нее нельзя не говорить. Потому что эта куртка заставила миться сердце у многих моих читателей в других социальных сетях. Эта куртка действительно необычная. В своей ткани. В такой вот яркой расцветке. Я наконец-то добавила цвета в свою жизнь. И выбрала для себя прекрасный оранжевый. На самом деле в этой коллекции будет много всевозможных цветов. Так что не переключайтесь. Поговорим с вами про следующую модель. Это мой каптан. Эта модель у меня пока в макете. Эта модель у меня будет в стеканом формате. Не знаю, как правильно назвать каптан. Может быть сделай грейка. Пока еще думаю. В стеканом формате сделаю ее из хлопка. Создам такую вот необычную комбинацию. Традиционно сейчас многие делают подобные модели из узбекской ткани. Адрас. Это шелк или хлопок или бамбук. Я же хочу эту модель сделать из хлопка. Это будет выглядеть по-новому. Свежо и интересно. Знаю, что будут вопросы про макеты. С чего я делаю и зачем я делаю макеты. Традиционно свои макеты я делаю из бязи. Но правильно их делать из ткани, схожей по свойствам на основную ткань. Например, если вы делаете основное изделие из трикотажа, то и ваш макет должен быть также из трикотажа. То есть ткань должна быть эластичной. Если, например, мы берем джинсы-калеш узкие, то макет из бязи, в которой нет эластана, нам уже не подойдет. Для таких случаев я еще ткань с эластаном. То есть более бюджетную джинсу, чтобы проверить посадку, длину, общий вид, детали и многое другое. Но конкретно мой макет, кафтана или целогреки, сшит из суровой бязи. И последующие макеты, которые я вам буду показывать, также были сшиты из суровой бязи. Плавно перехожу к моделям из трикотажа. В этой коллекции у меня всего лишь две модели из трикотажа. Это кардиган и боди. Сейчас поговорим про кардиган. Идея моего кардигана состояла в том, что я хотела создать кардиган, который визуально будет похож на жакет. На жакет из твида. То есть в жакете есть такая вот контрастная часть обрамления горловины и планочка контрастная. Это визуально красиво выглядит. И из трикотажа, конечно же, такой кардиган а-ля жакет сшить намного проще, чем настоящий жакет из твида. Жакет из твида мы шьем, не знаю, 2-3 дня, наверное. А такой прекрасный кардиган буквально за 4 часа. И таких кардиганов я сшила 2, чтобы протестить вариант в однотонном варианте. Я взяла пушистый трикотаж. Это максимально милый кардиган получился с пуговичками, с сердечками. Мне очень понравилась эта идея. Милый образ, особенно превосходно, сочетается с базовыми брюками. И подходит для обычной нашей жизни. Кардиган из трикотажа и зигзаг выглядит более уже акцентным. И также будет отлично вписываться в гардероб, который я создаю для себя. Это трикотаж, 82% шерсти. Следующее изделие это боди с драпировкой. Это боди многих повергнут в шок. Многие хотят уже его сейчас и немедленно. Все будет в лучшем виде. Это выкрико готовится. Мы делаем градацию. Я пишу описание к этой модели, чтобы вам было легко и просто эту модель сшить. Лучше всего подбирать кулирное полотно, бамбук и эластан. Эластан важный момент для подобной модели. Трикотаж должен хорошо тянуться. Можно выбирать мадал плюс эластан, хлопок плюс эластан. Также подходит, но мне он понравился менее, чем, например, бамбук и эластан. Подобный трикотаж еще называем бельевым. Так что вы можете посмотреть. Просто вбивайте в поисковик кулирное полотно, бамбук и эластан. И я думаю, вы найдете свой вариант и свой цвет. В следующем видео я вам покажу уже итоговые варианты моего боди. Им будет три. То есть по одной выкройке можно сделать драпировку тремя разными способами. Это здорово. Увеличивает ценность данной модели. Я вам показала всего лишь четыре модели. И все эти модели довольно акцентны. Кроме белого пушистого кардигана. Посмотрим, что я вам покатывала дальше. Будет интересней. Следующая моя модель это юбка. Юбка Макси. С поясом. Со шлевками. С застежкой как на брюках. Центральным швом. Сзади на юбке разрез. Чтобы было удобно сидеть, стоять и вообще ходить. По нижней части юбки декоративный шов. Который создает такой не совсем стандартный вид этой юбки. Эту юбку я сшила из розовой ткани. Это костюмная ткань. Стопроцентная шерсть. Обычно такую ткань используют для пошива пучаков, жакетов, брюк, жилетов. И для юбки она также идеально подходит. Она довольно плотненькая. Где нужно я все продублировала и сшила такую вот хорошую модель. Свою юбку я планирую сшить еще и из хлопка. Этот хлопок немного тоньше, чем моя костюмка. В чем показать, как будет выглядеть в другой ткани. Ведь всегда интересно посмотреть и уже определиться для себя. Юбка классно сочетается с кардиганом и с другими образами. Я думаю, что будет прекрасно сочетаться с боди, с различными жакетами. Устрою примерку и все вам покажу. Следующая моя модель это брюки с эластичным поясом. Куда вставлена резинка. Эти брюки без застежки. Они не широкие и не узкие. Они идеально скроены и будут подчеркивать все достойности фигуры. Это не спортивные брюки. Это скорее casual стиль, который подходит на каждый день. Эти брюки можно сшить из стабильных материалов с эластаном или без. Эти брюки мои зеленые сшиты из такой тяжелой костюмной вискозы без эластана. И мне в них было комфортно. Эти брюки по виду, конечно, совершенно необычные. Все дело в цвете. И я выбрала такой сумасшедший зеленый цвет. Этот цвет мне очень понравился. Я сразу поняла, что из этого цвета у меня будут брюки. И что удивительно, подобный цвет подходит для многих образов. И я легко могу сочетать со своими базовыми вещами подобный цвет. Все-таки в моих спокойных базовых цветах есть плюсы. Блузка с узлом, которая также интересно дополняет мою коллекцию. Сшита она из шелка и из вискозы. Красная полоска у меня сшита из натурального шелка. Голубая полоска у меня сшита из простецкой вискозы. Это штапель. Такой очень бюджетный материал. Кстати говоря, это был как раз таки макет. Ведь для подобной модели бязь суровая совершенно не подходит. Здесь нужно было проверить все узлы. Проверить, как лежит материал. И для этого идеален был, конечно же, вот такой вот материал, как вискоза. Что можно здесь сказать про эту модель? Модель, конечно же, лучше всего просматривать на теле человека, чем на манекене. Здесь не дает такого общего представления. Но можно посмотреть в деталях. Здесь хорошие такие вот рукава с малюсенькой резиночкой, с тоненькой. Есть шикарный длинный пояс. Пояс у нас двойной. Можно менять узел и завязываться по-разному. То есть есть два положения. Обратите внимание на ткань. Такая необычная. Здесь еще есть дополнительный рисунок в полоске. Очень красивая. Блузка, конечно, эффектно смотрится. В моей коллекции еще будет и рубашка. Рубашка, в отличие от блузки, будет уже более в таком casual формате. Я вам все покажу по итогу. Сейчас посмотрим на ткань, которую я взяла на эту рубашку. В моих руках необычный материал. И его необычность заключается в составе. Это 95% шерсти. И из этого материала, довольно шуршащий, я стараюсь шить рубашку. Для весны идеальный вариант. Это рубашечная ткань из шерсти, довольно тонкая. Она подойдет также для платья. Но мне кажется, именно этот материал идеален для рубашек. Белый хлопок, такого классического цвета. Идеальный вариант для рубашки я также взяла. Это классический хлопок, который используется для сорочек и рубашек. Взяла его специально для того, чтобы ответить на ваш вопрос. А можно ли сшить эту рубашку не с шерстяной тканью? Я сошью и все вам покажу, как это будет выглядеть. В моей коллекции будет не только блузки, рубашки, брюки, юбки, но еще и три платья. Что не может не радовать. Итак, первое платье. Платье на запах. Это платье я планировала шить из полосатой ткани. Эту ткань я также взяла. Это будет у нас вискоза. Вискоза стопроцентная. Я искала эту полоску довольно долго и нашла. Посмотрим, как там будет. Покажу уже по итогу, я думаю, в следующем видео. Но пока я сшила эту модель из превосходного голубого материала. Голубая ткань это поливискоза. То есть это смесовая ткань, где есть вискоза и полиэстер. У вас есть прекрасный шанс посмотреть, как выглядит эта ткань в куске и уже в готовом изделии. Ведь в готовом изделии платье получилось просто превосходное. Итак, в составе полиэстер совершенно не пугайтесь. Этот нюанс позволяет стабилизировать вискозу и она не так сильно мнется. Поэтому покупайте смело поливискозу для подобных вариантов. Следующая модель это модель платья с вырезом коре. Такое миниатюрное платье с вырезом коре на спинке и по переду. С длинным рукавом и что важно на рукавах молнии. Молнии нужны для того, чтобы менять визуально образ этого платья. То есть можно расстегнуть молнию и завернуть уже будет уже немного такой дерзкий образ. Или например, если вы носите часы, то отлично подходит это платье. Так как рукав узкий, можно расстегнуть молнией и посмотреть сколько там сейчас у нас времени. Это платье я сшила из хлопка с эластаном. Такой вот необычный взяла горох. Я не хотела сделать платье длинное и из гороха. Все-таки горошек это такая ретро история. Но для короткого платья идеальный вариант. Расскажите, как вам нравится ли эта идея для гороха? Что вы думаете про горошек? Стали бы вы сейчас покупать такой ткань? Следующее платье я вам пока не покажу. Не покажу я его даже вам в макете. Покажу просто ткань. Оставлю платье немного экскогнито. Но в следующем видео вы на него посмотрите. Будет интересно смотреть за процессом. Плательная ткань. Посмотрите, как она выглядит вблизи. Немного необычная. Есть фактура. Светло-серый цвет. Правда, видео не совсем корректно передает цвет. Такой красивый серый цвет. Такая базовая модель. Базовый цвет в моей коллекции для тех, кто устал от ярких акцентных вещей. Ткань тяжелая, пластичная. И в составе этой ткани полиэстер. Но меня это совершенно не испугало. А наоборот, я хотела попробовать сшить из подобной ткани себе платье. Это плательная ткань совсем не дешевая. И полиэстер здесь в данном случае меня не испугал по ряду причин. Я шила платье из материала Коди. Этот материал также был бы идеален для этого платья. Но этот материал совершенно жутко мнется. И платье выглядит уже после того, например, ты посидишь на стуле в театре. Выглядит отвратительно. Поэтому нужно придумать альтернативу. И альтернатива есть вот подобная ткань. Как я уже сказала, не бюджетный вариант. Я уверена, будет выглядеть достойно. Осталось рассказать вам про две последние модели. Это майка, базовая модель и тренч. Пару слов про майку. Майка довольно базовая модель. Но такую модель я давно хотела создать. Ведь все свои выкройки я ношу в реальной жизни. И такая майка мне нужна была. Майка будет сшиться из кулирки. Также с эластаном. Идеально, конечно, вариант сшить также из бельевого трикотажа. Будет очень приятно. Рекомендую. Эта майка отлично будет дополнять все образы. Эту майку легко можно носить с жакетами, с курткой. Она будет хорошо дополнять образ и сочетаться. Что хочется сказать про тренч. Тренч будет у меня не совсем обычным. В макете я вам его также не покажу. Так как будет сложно вам разглядеть ту самую идею, которую я хотела вложить. Поэтому буду показывать уже в готовом варианте. Уже в ткани. Той самой, которую я купила для своего тренча. Все буду показывать и рассказывать. Так что следите за обновлениями. И особенно смотрите мои шорты. Свой тренч я буду шить из стопроцентного хлопка. Можно, я думаю, часами рассказывать про эту ткань. Но что важно, эта ткань не на мембране. Вот изнанка и лицо. Видите, примерно одинаковое. С лицевой стороны есть такая вот диагональ. Красиво. Я очень люблю именно работать с подобными материалами для тренча. И мне кажется, это идеальный вариант. Особенно, когда тренч будет выглядеть именно так, как у меня. Хлопок у меня с пропиткой. Но я думаю, что если попасть под дождь в подобном тренче, конечно, ты намокнешь. Но здесь в данном случае меня это не останавливает. Мне все равно нравятся подобные изделия. Так как они идеальны для погоды плюс 18 градусов. Сочетание абсолютно любое. Базовый цвет мне даст превосходную историю с подбором разных образов. И здесь я подобрала классическая подкладка. Бискоза. Я люблю с ней работать. Мне нравится именно такой вот искусственный материал. Шелк для подобной истории, мне кажется, перебор. А бискоза для верхней одежды идеальна. Сейчас я активно готовлю все эти 13 моделей, о которых в этом видео я рассказывала. Пишите в свои комментарии, что думаете насчет цвета. Рады ли вы, что я наконец добавила цвет. Как вам вообще общий настрой. Как общая картина моей коллекции. Я думаю, что уже можно прочитать эту идею. Пишите, все буду читать. Интересно ваше мнение. После просмотра данного видео, я думаю, что у вас возник законный вопрос. Когда же выйдет эта коллекция? Ребята, совсем скоро. Мне осталось отшить всего лишь 4 модели из всех 13. Очень много я уже подготовила. Осталось немного. И я рассчитываю на самый-самый конец марта. Или самые первые числа апреля. Так что все будет, но осталось совсем немного. Ну а на этом все. С вами была Кристина. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова